А перед тем, как мы начнем, хочу напомнить, что на этом канале выходят не только полезные видеоролики вроде этого, но и интересные, вроде тех, которые мы снимали летом, и еще этим летом будем снимать про стрельбы, взрывы и все прочее. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и досмотрите это видео до конца, потому что в конце я вам расскажу про кое-что интересненькое. Всем привет, друзья, Олег, Бирхантер, и сегодня продолжение нашей подготовки к сравнению двух арбалетов, и сегодня мы с вами поговорим про Храон. Но поскольку процесс в принципе одинаковый, тут также надо ставить планку, вивера также будет, будем пробовать ставить прицел, я не вижу смысла как бы это показывать, потому что неважно на какой арбалет все эти штуки прикручиваются, прикручиваются они одинаково. Поэтому обязательно посмотрите прошлый видеоролик, для того, чтобы лучше понимать, что вообще происходит и что я делаю. А это видео будет про замену тетивы на арбалете Храон, потому что это та часть, которая кардинально отличается от замены тетивы на агрегаторе. Поехали! Я сделал планку вивера сюда, она сюда подходит от мамбы, поэтому давайте мы для начала поставим сюда планку вивера, на нее поставим сошки, для того, чтобы можно было арбалет ставить. Просто, короче, для удобства, чтобы было удобно работать с арбалетом и удобно снимать видео про него. Откручиваем эту рукоятку. А что это я не фокусил, да, на кого-то гоню. У меня есть пресс от арбалета Храон и есть пресс от арбалета Храон. И вот мам, там один и тот же пресс. Выглядят они плюс-минус одинаково, но есть небольшое отличие. Вот, посмотрите, вот это у меня пресс, чтобы было видно с отверстием. Кто знает, зачем оно нужно, пишите комментарии, кто внимательно смотрит все наши видео. А это, соответственно, от агрегатора. Тут, смотрите, в чем прикол. Они похожи, но есть небольшое отличие в расстоянии между этими винтиками. Тут буквально, я не знаю, несколько миллиметров. Должно быть видно, насколько они похожи, но чуть-чуть все-таки отличаются. Ну и что, ну и погнали. Также надо сначала скрутить магазин. Так, давайте снимать тетиву. Повторюсь, есть два варианта. Можно сжать в одну сторону, и тогда у нас ослабнет тетива. Можно сжать с друг в другую сторону, и тогда у нас ослабнут тросы. На большинстве арбалета тетива идут с этой стороны. Тут блоки перевернули, она идет с этой стороны. Это нужно для того, чтобы увеличить рабочий ход тетивы. Потому что вот эта часть, вот ровно отсюда, вот до замка, ой, я взвел арбалет. Потому что вот ровно отсюда и до замка, вот это расстояние тетива запасает энергию. Соответственно, чем больше вот это расстояние, power stroke еще по-английски, если, тем больше будет возможности у арбалета накопить энергию. Наверное, это будет самая правильная формулировка. Потому что, сами понимаете, вот эта вот вся часть, она в выстреле никак не участвует. То есть, если мы вот эту направляющую уберем просто, вот обрежем вот так вот арбалет, ну и каким-то образом все это продолжит функционировать, то ничего не поменяется. Собственно, что и сделано на обратном... Что и сделано на арбалетах типа Doom-агрегатор. Видите разницу? Тут тетива у нас находится с самого края арбалета. То есть, у нас получается рабочая дистанция тетивы, рабочий ход тетивы увеличивается, а размер арбалета остается таким же. Вот, и за счет этого арбалет становится гораздо эффективнее. Так, ладно, продолжаем. В общем-то, мы берем наши штуковины и вставляем их вот сюда. Наша задача сделать так, чтобы вся нагрузка с тросов перешла на сетиву. Тогда можно будет снять тросы. Без них мы берем, раскладываем. Сетива уже не удержит блоки в натянутом состоянии. И, соответственно, у нас арбалет разложится. Значит, берем, вставляем. Раз, вставляем. На вас. Понятненько. Ошибочка вышла. Второй раз попадаюсь на одном и том же. Надо следить за тем, чтобы наш пресс надевался на арбалет с обратной стороны, со стороны центра, потому что там есть для этого расстояние. А здесь, получается, у нас пресс наш уперся просто-напросто в сами планки. Поэтому, если мы продолжим дальше раскладывать, то, соответственно, мы нашим прессом просто-напросто сломаем арбалет. Так. И надеваем это все дело снизу. Так. Раз. И. Вот так два. И теперь сжимаем все это дело. Все зафиксировано. И теперь уже делаем... Что? Капелит сердца. Снимаем тросы. И теперь мы можем спокойненько снять. И, видите, наш пресс заходит... Аж вот сюда. Вот так вот. В плечо. Все. И теперь мы это дело можем спокойненько снять. Все. Вот так это дело выглядит. Достаем наши тросы. Я попросил их, как обычно, сделать оранжевые. Точнее, я попросил, как обычно, сделать яркие. Просто, чтобы вам было виднее. Потому что на видео как бы все видно не очень хорошо. А эти веревочки... Давайте я вам даже покажу. Они у нас короче, чем родные. Что тетива, что тросики. Давайте вот тетиву сравним. О! Сколько тут? Сантиметр примерно. Значит, тетива у нас короче на сантиметр. Я не знаю. Я с этим еще не стрелял. Мне просто дали вот эти веревки. Сказали, они короче. Поставь, арбалет будет мощнее. Ну, это как бы логично. Да, мы это обсуждали. Кстати говоря, если вы просто укоротите тетиву, то есть что-то одно, либо тросы, либо тетиву укоротите, а второе ставите, то тетива натяжения у вас не вырастет. Вот, это надо понимать. Единственное, что может быть, это уменьшится силу натяжения уже, которую держит замок. То есть при плюс-минус такой же эффективности будет легче нажимать на спусковой крючок, потому что нагрузка на замке будет легче. Вот. А для того, чтобы увеличить силу натяжения, нужно уменьшать и тетиву, и тросы укорачивать. Это нужно для того, чтобы блок арбалета работал точно так, как, собственно, задумали на заводе. А если мы уменьшаем что-то одно, ну или увеличиваем, то у нас работа блока уже меняется. Вот вы сейчас видели, да, что я снял тросы и начал раскручивать, а нагрузка на тетиве была. И когда я раскладывал, у нас арбалет все раскладывался, 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 раскладывался и так далее. Так что давайте представим, что вот эти тросы, они просто вот настолько длинны, вот такой вот длины. Соответственно, у нас его в нормальном состоянии, вот так вот блок стоит. Потом мы, когда начали его раскрывать, вот вы сейчас видели с прессом, когда я разбирал его, да, у нас блоки поворачивались, поворачивались, поворачивались. И вот тут, допустим, у нас все, тросик у нас натягивается наконец-то. У нас тетива вот здесь уже идет, да, вот эта часть блока не работает. И, соответственно, работа блока уже начинается с середины. Арбалет что? Арбалет уже нормально стрелять не будет. Точнее, не будет, но очень слабенький. И, соответственно, наоборот. Так что вы, наверное, сейчас спросите Олега, а что-то тогда говоришь укоротить можно только тетиву, и у вас увеличится сброс. Но дело в том, что блок спроектирован немножечко с запасом. И на самом деле, если все видели график силы натяжения блочного там лука или арбалета, я, как всегда, мастер объяснений, проще всего нарисовать. Так, все мы знаем, как у нас выглядит график натяжения арбалета. Я вот тут вот рисую, у вас где-то тут вот в уголочке виден весь этот график. Я думаю, многие из вас видели, как выглядит график натяжения арбалета, ну или лука блочного. Вот здесь у нас по оси Х у нас растяжка, а по оси У – сила натяжения. Значит, как все это начинается? Вот примерно отсюда, и резко идет наверх, потом плавно спадает вниз, и в конце вот такой вот резкий сброс, и вот где-то вот здесь вот у нас, давайте красным отметим, у нас получается фиксируется замок. Ну, либо уже блочный лук стопорится, да, на сбросе порядка там 80%. Вот, но если мы продолжим этот график, то что мы увидим? Что он идет еще чуть-чуть вниз, а потом резко прям вот так вот он практически вертикально идет наверх, потому что тросу уже некуда наматываться на блоке, то есть по сути это становится прям такая жесткая-жесткая система. Но что мы можем сделать? Мы можем вот весь вот этот вот наш горб, вот этот вот весь наш горб взять и сместить чуть-чуть левее, вот так вот. Не все захватилось, вот вместе с этой фиговинкой должно захватиться. Сейчас я еще раз попробую. Вот так, вот так, вот так, вот так вот. Да. И вот это все у нас вот так вот смещается чуть-чуть левее. То есть мы начинаем чуть-чуть пораньше, да, мы начинаем чуть-чуть пораньше теперь по силе натяжения, а заканчиваем. Ну сейчас я перетянул, вот что будет, если в горб, да. Короче, я думаю, вы идеи поняли. И нам надо сдвинуть всю эту хреновину немножечко, вот настолько, чтобы с такого сброса переместить вот сюда вот, чтобы сброс был еще меньше в минимальной точке. Вот, собственно, все ради этого. Поэтому у меня даже ребята с Ганзы ко мне обратились, то есть они сами разработали проставку для арбалета. А я на 3D принтере им их печатал, вот именно для того, чтобы сделать все то же самое, но только не за счет изменения работы блока, а именно за счет удлинения вот этого рабочего хода. То есть они фактически, я сейчас смещал график влево, да, а они вот эту точку красную, которую я рисовал, сместили вправо. Потому что это как бы дает, конечно, небольшой прирост энергии. Но мне кажется, он настолько незначительный, что, честно говоря, я бы не заморачивался, но у всех как бы свои задачи, свои интересы. Стос, продолжаем. Так, давайте наденем, нет, давайте все снимем сразу и наденем тросы. Вот эти маленькие китайские ушки. Это я, если что, про ушки тросов. Так, ну что ж, вот и все. Теперь надеваем тетю. И теперь нам надо обратно все это дело собрать. Надо перебороть свой страх, потому что это всегда страшно. Сжать эту хреновину. Так, все, и теперь надеваем. Ну вот эти уже так не надеть, потому что они в обмотке, я имею ввиду ушки сами. Так что выкручиваем и надеваем. Бац, готово. Так, со вторым, значит, разбираемся. Делаем все то же самое. Сначала выкручиваем крепление для нашего ушка. Болтик вытаскиваем. Вот, смотрите, мы сразу накидываем, куда нам нужно. И далее мы берем шестигранник, вставляем и вставляем в отверстие, соответственно, куда вкручивается винт. И вот таким образом просто надавим на шестигранник, и он у нас вытягивает все тело. Вытягивает тросик. И после этого у нас уже спокойненько можно этот винтик туда вкрутить. Все. И теперь, соответственно, нам остается всего лишь раскрыть наш арбалет. Так, берем и... Снимаем и смотрим, чтобы у нас ничего никуда не соскочило. Все. Па-бам! Давайте прикрутим обратно наш магазин. А теперь, внимание, то, про что я говорил. Это стрелы с бродхедами уже поклеенными для этих арбалетов. Давайте я сейчас прямо при вас... Мне, на самом деле, дали эту коробочку, чтобы я сделал фотографии, поэтому я еще не вставлял, не пробовал, не знаю, как это будет. Давайте попробуем вместе, так сказать, с вами. Интересно, сколько они весят. Весов у меня, к сожалению, нет. Но они такие, как бы, не тяжелые. Ладно, давайте попробуем вставить. Раз, два. Оп, замечательно ложится. Опять. Зачем он на меня смотреть? Лучше на арбалет, смотрите. Он красивый. Так. Хотя я тоже кроссовчик. Интересно будет проверить это все на стрельбе, потому что бродхеды острые, и они могут начать цепляться за вот этот пластик. То есть меня вот этот момент в первую очередь волнует. Это, опять же, все мои домыслы, и я думаю, что все-таки так не будет. Но проверять все это дело, перед тем, как все дело поступит в продажу, и вы сможете купить, конечно же, надо. Чем я и займусь. Наконечники плоские, то есть они никак не выбирают за стрелу. Я имею в виду с этих двух плоскостей. А это значит, что никаких проблем при стрельбе и при работе арбалета с этими стрелами не возникнет. Что ж, ребят, я понимаю, что это видео, наверное, было не самым интересным, но зато оно было точно полезным. Полезным для тех, у кого есть этот арбалет, или есть мамба. Потому что там все точно так же работает. Прямо один в один система. Просто по размерам она чуть-чуть отличается. Но замена сетевы и все вот эти процессы, они точно такие же. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч!